На портал XGET поступают вопросы, и мы пытаемся на них ответить. Пришёл следующий вопрос. Можно ли молиться за тяжело больного, постороннего мне человека? А можно ещё добавить и неверующего человека. Раз он посторонний, мы не знаем, верующий он, неверующий человек. Нас попросили помолиться о ком-то, о каком человеке. Можно ли это делать? Мы должны ввести, наверное, всё-таки два понятия. Молитва и поминовение. Поминовение в том плане, что мы пришли в храм, нас попросили помолиться, мы написали в записочках, и это тоже вид молитвы, такое поминовение, разовое поминовение, когда мы поминаем. Молитва – это постоянное воздыхание о ком-либо или о чём-либо. То есть это продолжительный такой, очень длительный процесс. Когда мы с вами молимся о ком-то или о чём-то, тем самым мы свидетельствуем, что мы готовы, допустим, разделить ответственность вместе с этим человеком, понести свидетельство о нём. Как помните, когда Моисей сходит с горы Синай, он встречает, что иудейское общество впало в грех язычества. И Господь прогневался на иудейский народ. И Моисей тогда говорит, и меня тогда вычеркнешь. Если их вычёркиваешь из книги жизни, то и меня вычеркни из книги жизни. Но любящий Господь не может совершить действия против праведника, и ради одного праведника остаётся весь иудейский народ в книге жизни, им даруется возможность также, в общем-то, в будущем, когда придёт Христос, войти в его радость и вместе с ним выйти из шиолы, из этой юдоли плача, из ада, и унаследовать жизнь вечную. Также и наша с вами молитва – это свидетельство того, что мы готовы с вами разделить участь с этим человеком. То есть это проявление любви даже к незнакомому человеку. Если вы на это готовы, то, пожалуйста, молитесь. Ходатайствуйте ко Господу, облегчайте участь этого человека. Но всегда в любой молитве, что-либо прося у Бога, мы с вами должны не забывать, что Господь лучше нас промышляет о нас с вами и о других людях, и добавлять, пусть на всё будет святая воля твоя, Господи. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!